Добрый день, сегодня в продаже попал автомобиль нашего клиента Toyota Camry комплектация SE 2012 года 2.5 Субтитры сделал DimaTorzok Пробег на данный момент у автомобиля 252 тысячи километров, только-только меньше тысячи назад было пройдено то, с заменой масла с двери, то есть и утра Также не так давно было, ну, примерно всего год принадлежал нашему клиенту, вот был поменен ролик, надвижная станция, ходовка год назад уже перебиралась, замечаний по технической части никаких нет, работает все отлично По удару здесь был, ну, как бы, никто не делал из нас, машина была куплена уже в Украине здесь, по удару был угловод по правому углу, одна фотография с аукциона, сейчас доступ и есть, я приложу ее Но герметики везде, все заводские, положенные, это очевидно, то есть нигде ничего здесь не делал, глобальных повреждений явно нет Если максимум менялась фара, бампер может привод оттуда Так, ИСЕшка, комплектация, как бы, более спортивная, обвешенная, но ничего тут, вау, такого особенного нет Кожаные боковые вставки, электропривод сидений Весь электропакет с авторежимом водительского стеклоподъемника, система стабилизации Вот, повторяю, что пробег сейчас у нее 252 тысячи километров, это мы видим на лодометре показания в милях Есть управление мультимедией, hands-free, также круиз-контроль Обычный кондиционер, мультимедиа с USB, с Bluetooth, с AUX и с мониторчиком Вот, в принципе, как бы, чего-то больше, чтобы здесь сказать, ну, лепестки на руле еще, кстати, да Руль в коже, ну, и вот такой темненький оформленный салон Салон, кстати, достаточно неплохо сохранился Вот, по всем пройдемся Все строчки, все швы, все нитки, вся кожа, все шикарно сохранилось Ну, шикарно, причем я это утверждаю Так, значит, ну, на втором ряду сидений в Камре, я думаю, рассказывать не нужно Я думаю, всем понятно, что в Камре хорошо на втором ряду сидений, несмотря на любой рост, размер То есть, вот у меня рост 23 сантиметра, и наш клиент немаленького роста Я сейчас вот быстро сидели, как неудобно, я сам за собой сижу, место тут на валах Удобный подлокотник, два подстаканника Состояние салона сзади тоже отличное, все абсолютно И, кстати, прикольные подстаканнички такие, вот, даже на три отсека разделены В общем-то, здесь, как бы, все больше нечего, поехали дальше Ну, покажите, в Камре, как и второй ряду сидений, объяснять еще не нужно, места здесь достаточно В Камре Бугай, огромный, шикарный Здесь слон, как широко, вот, глубоко Спинки складываются вот таким вот крепким движением руки Под ковролинами здесь в комплекте Там крат, балонник, все имеется Ниже на месте запаска Здесь сзади тоже все шпидеры, метик, все хорошо Все, 5 баллов фором, вот, каждую точку я нигде не нашел ни граммы шпаклевки, вообще никаких Судя по всему, здесь, ну, по мардашке, так же говорю, капот брела, наверное, пара бампер, судя по всему, когда-то менялись И очень тонкий слой, причем даже на капоте и на этом крыле То есть, ну, тоньше, тоньше заводской нормы, вообще, нигде ничего даже Немножко инструкция, получается, ложечка и, судя по всему, подкрашивали или скрывали лаком То есть показания там микронов идут от 150 до 180 максимум. Больше нет никаких показаний. Нужна лодочка по кругу. Крыша в родном окрасе, проемы все в заводском окрасе. Замечаний у меня нет. Кстати, новая резина стоит. Куплена она меньше года назад, там около того конструктора. Прекрасная резина, сейчас не сильно видно, но протектор вообще отличный. А так автомобиль выглядел в Соединенных Штатах Америки. Если говорить об автомобиле конкретно, в каждом автомобиле же можно какие-то недостатки находить. И недостатком тут является передний бампер, он посечен. Немножко из коль-где момента, вот видимо, лепки, может где-то бордюры упирали, где-то трещины какие-то пыли. То есть он требует ремонта, это такой момент, который может потребовать себе внимания. Немножко тонкий слой лак, это и прибором, я вижу глазом, что не может на капоте. В остальном, у меня в принципе к этому автомобилю нет никаких замечаний. Просто садиться, ездить и радоваться. Ну, фару еще можно там управлять, вскрыть там пленкой и все. Больше мне нет никаких вопросов. Маленькие, вот штрешки, еще на заднем бамперике есть чуть-чуть. Но бампер это в переводе с английского, бессловно, отбойник. Поэтому я не люблю, когда люди страдают вокруг бамперов. Хочут, как можно, что-то покрасить и устроить. Так, ну что, Camry-то я в целом люблю очень сильно. Несмотря на то, что есть какой-то где-то консервативный подход и так далее. Там где-то может быть в чем-то простота. Но кто ничего не может отобрать у Camry, ни в коем случае в этом нет никаких претензий. Это надежность этого автомобиля. Она безупречна. Человек на этом автомобиле проехал небольшой пробег относительно, скажем так, появилось желание поменять автомобиль, но не потому, что от него кто-то избавляется. Честно говоря, даже только что я лебеседовал, он говорит, ну, люблю машину, полюбил ее. Вот он после королы сел в Camry. Все нравится. Появилась такая необходимость. Вот я еду сейчас в автомобиле, скажу вам честно, что все прекрасно. Абсолютно. Она отрабатывает сейчас все неровности. Как Camry это и должна делать. Мягко, она нигде не расхлябана, у нее ровно работает подвеска, в ней тихо. Ну, не в ней хорошо. Вы, наверное, это видите. Я с хорошим настроением нахожусь, пребывая за рулем. Кстати, немного подтоптан чуть-чуть тут руль вот сверху, но в родной коже. Руль в родном переплете с пробегом 250 тысяч километров. Я думаю, не стоит гневить богом нормально. В целом он еще живой, поездит. Так, пробный заезд. Забку в пол. Кстати, спорт режим не помешает. 60. 90. 100. Ну, шикарно она набирает. Это 2,5. Ну, я как бы знаю, как она едет. Нормально, все отлично. Мягко работает автомат, никаких переключений, в сути, набирает здорово. Понятно, что мы не на спорткаре, не на стритейске, но для гражданского автомобиля все хорошо. Супер. Так, что я еще забыл сказать и упомянуть. Здесь поменены год назад передние колодки, передние диски. Диски в идеальном состоянии. Кстати, тормоза меня здесь очень приятно порадовали, потому что не во всех Camry мне так комфортно оттормаживаться. И задние колодки тоже новые, только поменены. По пробегу там она у человека проехала, так понимаю, что совсем мало. Потому что брала, по-моему, 230, сейчас 250. Поэтому я не могу пока ничего плохого сказать, кроме там пару эстетических моментов, которые мы видели на бамперах. В остальном все ровно. Абсолютно ровно. Напоследок могу дополнить от себя лишь одно. Получаю удовольствие, сейчас находясь в этом автомобиле. За ту цену, которая будет за нее выставлена, я считаю, что лучшего варианта Camry придумать относительно, скажем, сложно. Комфортно. Все обслужено. Она прекрасно, шикарно едет. В ней удобно. Она держит дорогу, она рулится, она неплохо набирает. Но и в целом машину ни в чем я не вижу запуск. Где-то, чтобы она была запущена. Покрасьте бампера и радуйтесь. В целом у меня для вас все. Кстати, есть второй комплект резины еще. Он будет отдаваться вместе с автомобилем. Но если вы не сильно жадный, то вы его получите. До связи, ждем вас в гости. Пока. Кстати, не в курсе, не владею ситуацией, что здесь по безопасности. Ошибок никаких нет. Но, в принципе, по ней можно платный отчет в Америке получить по повреждению. Я только за главной фотографией видел. Подробности дальше не могу. Ну, по-моему, там безопасность все родная. Но удар там реально хиленький такой. Ну, а там видно будет. Можете посмотреть, проверить винкод. Вот такой там доступ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok